Друзья, всем привет! Уже практически полгода я каждый день ношу эти сапоги с вам Пкайман. Это обусловлено тем, что живу я в деревне, а здесь удобная непромокаемая обувь, которую не жалко испачкать, это ежедневная необходимость. Чтобы не было сомнений в честности этого обзора, я показываю вам не новую пару из коробки, а именно ту, которая прошла все тяготы деревенской и моей рыболовной жизни. За полгода использования этой модели у меня сложилось определенное впечатление, которым я и хочу сегодня с вами поделиться. Начнем с цены. На сегодняшний день, а я снимаю это видео в сентябре 2024 года, эта модель Swamp Cajman на сайте Big Game стоит 6490 рублей. И на первый взгляд может показаться, что это дороговато для резиновых сапог. Но, если вы любитель выездов на природу не только в абсолютную жару и безоблачную погоду, гуляйте с совакой в любой прогноз, ходите за грибами или проводите время за городом, то это совсем другое дело. Тогда не переключайтесь, и я расскажу вам о плюсах и минусах этой модели, а вы сами решите, подходит она вам или нет. Я бы охарактеризовалась вам в Кайман как демисезонные. Приехали они ко мне в марте, и долго ходить в них на улице в минус, конечно, было холодновато. Но уже прогуляться по тающему снегу вполне себе, по слякоти там. Вообще, я считаю, что комфортная пора в них это весна и осень, но и летом, когда было жарко, если мне с утра нужно было прогуляться по России или возиться с лодкой, я тоже их надевала и потом вполне себе проводила полдня, мне не было в них очень жарко. Для меня важно, чтобы в сапогах было комфортно передвигаться. У этой модели нижняя часть выполнена из резины, а верхняя из неопрена. И как и вверху, так и внизу сапоги гибкие. Я в них могу поехать на конную прогулку, сесть за руль машины или бродить по лесу в поисках грибов. Фишка в том, что неопреновая часть, так же как и резиновая, защищает от влаги, но при этом она вообще максимально мягкая. То есть при движении не натирает голень. Особенно я это оценила на грибалке, когда надо то и дело приседать, когда видишь грибы. Ну, конечно, если много грибов в лесу. Если есть необходимость, то с лампы можно просто подвернуть, вот так, и сапоги превращаются в полусапожки. Я этой опцией обычно пользуюсь, когда я дома, они у меня стоят на крыльце, вот в таком виде, и мне просто нужно куда-нибудь там быстренько вбежать и выбежать по хозяйству. Ну, так их просто быстрее надевать. У свамп Кайман есть еще одно преимущество над сапогами, которые у меня были до этого. Кстати, вот они, я их тут поставила, для того, чтобы было удобно сравнить наглядно и на ощупь. В них не просто удобно ходить, в них удобно долго ходить. Почему? Ну, во-первых, как я уже и говорила, это гибкость материала, а во-вторых, 5-миллиметровая гелевая стелька, как заявляет производитель с эффектом памяти. Честно скажу, насколько работает эффект памяти, я не разобралась, а вот то, что стелька действительно удобная и позволяет в этих сапогах ходить хоть десяток километров в день, это могу сказать точно. Теперь поговорим о безопасности. У этих сапог есть три момента, которые отвечают за то, чтобы не травмироваться. Итак, первый. Это мощный нескользящий протектор. Для меня это было особенно важно, когда я лазила в сапогах по мокрым камням в Карелии на рыбалке. Понимаете, да, что если обувь подведет в такой момент, то можно просто подскользнуться и голова встретится с камнем. Следующее. Это монолитная резиновая подошва. Она защищает в случае, если наступили на гвоздь или битое стекло на пляже во время рыбалки или в лесу на какую-нибудь коряжку. Со мной, кстати, такое бывало. Я наступала на стекло и, к счастью, нога и даже сам сапог остались целы. Еще у кайманов усилена область пятки и носка. Тоже для таких не очень аккуратных людей, как я, которые могут засмотреться на птичку и удариться ногой обо что-нибудь твердое. Ну, помните, да, как это больно шлепнуться мизинцем об угол дивана. И, ребята, как и обещала, минусы в моем обзоре тоже будут, но, правда, на мой взгляд, они не такие существенные. Итак, первое. С вампы заметно тяжелее обычных резиновых сапог, которые были до этого. Например, вот эти. Или сапоги из Эва. Они просто пушинки. С вампы весят каждый около килограмма. Это заметно ощущается, когда достаешь их из коробки. Особенно первый раз. Такой, ого, тяжеленькие. Но при этом на ноге это практически не чувствуется. У меня рост 180 сантиметров. Вешу я 67 килограмм. Такая вот секретная информация. И мне комфортно. То есть я не чувствую тяжести на ногах. Мне удобно ходить. И это как бы вот как вторая кожа. Следующее. За полгода ежедневной носки верхний материал сапог у меня выцвел. То есть они уже не такие угольно-черные, как были при первой распаковке. Но здесь нужно признать, что я их храню на крыльце практически под открытым небом. Не натираю щеткой, не начищаю, а просто вот так вот споласкиваю водой, если они сильно загрязнились. Поэтому это неудивительно. И последнее. У меня подстерла стелька в районе больших пальцев. Пока комфортный. Вот и справа, и слева, кстати. Пока комфортной ходьбе это не мешает. И думаю, что когда она сотрется совсем, я просто закажу новые гелевые стельки на маркетплейсе. И буду надеяться на то, что они будут такие же удобные, как и родные. Хотя, конечно, не факт, что мне повезет. Ну а теперь давайте подытожим. Для меня при имеющихся минусах плюсы заметно перевешивают. Сапоги комфортные, надежные и удобные. Главное тому доказательство это то, что я их ношу в своей загородной жизни практически везде. Кстати, пару дней назад я заказала мужу такие же, только на пару размеров больше. А у меня на этом все, друзья. Берегите ваши ноги и всем пока!